В начале июля в казахстанской столице состоится официальная презентация Международного финансового центра «Астана». Основные направления работы центра и выгодные условия ведения бизнеса на новой финансовой площадке презентуют в эти дни в Швейцарии. На конференции в Цюрихе представители ведущих швейцарских компаний ознакомились с принципами работы МФЦА как Международного финансового хаба, соединяющего азиатские и евразийские рынки. Наш европейский СОПКОР Жанат Эрнст расскажет подробнее. Швейцария относится к числу наиболее респектабельных финансовых центров Европы. Страна является крупным транзитным пунктом международных финансовых потоков. Швейцарский франк входит в число основных резервных валют мира, а банковская система страны традиционно считается одной из самых развитых в мире. Именно поэтому, по словам управляющего МФЦА Кайрата Келембетова, новому центру очень важно установить партнерские отношения с ведущими швейцарскими финансовыми институтами. В Швейцарии есть несколько таких центров. Это и Тюрих, и Женева, и Базель, и это и Национальный банк Швейцарии, который является партнером Центрального банка Казахстана. И это глобальные управляющие активами. Такие банки, как UBS, UBP, Pictet, такие инвестиционные банки, как Credit Suisse, Private Banker и Julius Bear, они давно не понаслышке и очень знают о Казахстане, очень тесно работают с многими и национальными компаниями, и нашими банковскими институтами. Мы хотим сейчас более подробно презентовать идеи и возможности нового МФЦ в Астане. Это уже вызывает большой интерес. Уже есть определенные намерения открыть свои представительства, филиалы. И как раз в течение этого года мы надеемся, что они, швейцарские институты, войдут также в первые топ-100 институтов, которые будут зарегистрированы на территории МФЦ Астана. Мы уже работаем в Казахстане, и мы будем следить за работой МФЦ А с большим вниманием и дальше. Банковская система экономиков в Казахстане достаточно развита для того, чтобы ориентироваться в это сложное время и планировать в долгосрочной перспективе. Сегодня есть четкий разрыв между Европой и Азией, и мы знаем, что есть много потоков капитала и инвестиций, идущих как из Азии, так и в Азию. И я думаю, что Астана сыграет в этом регулирующую роль, что очень важно и многообещающе. За два предыдущих года проведена большая подготовительная работа. Принято около 50 нормативных правовых актов в рамках английского общего права. Это лучшая практика таких крупных международных финансовых центров, как Лондон, Дубай, Сингапур и Гонконг. По словам управляющего МФЦА, к официальному старту работы центра готовы и агентство-регулятор для всех финансовых институтов и казахстанская биржа для проведения процессов приватизации. Эта платформа создана совместно с американской компанией NASDAQ и шанхайской фондовой биржей. Инвестиционный климат в Казахстане для европейских компаний очень хороший. Инвесторы получают большую поддержку. Это и снижение налогов, и безопасность, и огромный рынок. 500 миллионов человек, живущих вокруг страны, с ориентиром на хороших производителей в Казахстане. Я приеду в начале июля в Астану с делегацией немецких предпринимателей, которые намерены инвестировать в Казахстан. По мнению участников конференции, экспертов и финансовых аналитиков, Цюрих может стать одним из самых важных стратегических партнеров Международного финансового центра Астана в Европе. Следующим пунктом презентации МФЦА в Швейцарии станет Женева.